всех приветствую сегодня тут решил немножко поэкспериментировать вчера мне тоже мне подбросил ссылочку забыл извиняюсь на имена память плохая по методу рихтера фоль а потом мне подкинули ссылочку вот по этим так рихтер а по моему виктор папа по моему на эту ссылочку мне подкинул это тоже интересная тема немножко я так пробежался краем но надо поизучать эти работы рихтера фоль а посмотреть что там интересного можно найти вроде на этой базе там на его методе создали какой-то приборчик ну приборчик под вопросом так скажем пока надо более углубиться в эту тему а по поводу цилиндров которые я вчерашнем ролике оставил ссылочку надеюсь там посмотрели сразу тут решил сделать пару цилиндров но даже еще не делая ничего сразу я быстренько попробовал и уже какие-то результаты есть этот мультиметр у меня барахлит я кажется понял в чем дело там похоже пыль попала и когда при переключении надо несколько раз переключить тогда вроде срабатывает с этим все нормально вот сейчас мы посмотрим но по ходу я уже подзарядился пока я тут чуть-чуть попробовал да видите уже тут 80 70 микровольт милливольт у моих не всегда вот микровольт хочется мне сказать так теперь включим этот прибор и тут видите сейчас мы мили вольт и переключим ну примерно чуть чуть ниже показываю до 60 вот 50 60 прыгает в этом районе теперь я беру этот прибор и просто добавляю вот трубу медную трубу ничего не происходит теперь я добавляю в левую руку лист цинковой жести и все у меня уже процесс пошел надо переключить уже на более высокие значения и уже 350 милливольт то есть даже вот таким способом теперь возьмем второй прибор и тоже самое проделаем кстати там видно не видно я надеюсь там видно все вы что-то прыгает у меня наверно я плохо очень держу немножко неудобно ну вот 220 здесь меньше показывает не пойму почему на этом мультиметре у меня все зависло что такое происходит показания зависли еще раз на этом все теперь он не работает вот это у у него вот такая ерунда сейчас происходит то есть надо несколько раз переключать вот заработал вроде опять же тут как контакт еще уже 530 да давайте ладно немножко все-таки барахлит надо его разобрать почистить давайте на этом посмотрим этот вроде нормально работает так кстати электричество я тут полностью отключил поэтому немножко так темновато да вот уже 580 микровольт милливольт ё-моё ну ладно все думаю понимают о чем идет речь поэтому докапывайтесь до слов говорю как говорю ну и да вот этот парнишка кстати тезка тоже александр показывал что идет под заряд у него гораздо выше шоу у меня все таки не доделаны эти вещи я только их вот взял приготовил и решил делать но уже вот 600 процесс как бы все равно идет видите повышение идет 610 и так далее потихоньку потихоньку процесс идет ну сейчас я попробую что-нибудь сделать ну к сожалению угля у меня нету но у меня есть пол мешочка осталось шумбитика это сланцевая еще дома есть мешочек который благородный шумбит камень возьму потом еще тот и посмотрю что с этого получится попробую вот в один цилиндр положить вот этот сланцевый шумбит а другой цилиндр я даже не знаю сейчас еще проверю возьму тонкую трубку и проверю будет отрежу примерно такой же длины и проверю что будет с более тонкой диаметр насколько я там александр говорил вроде важен но я все-таки попробую пока не соблюдать никаких пропорций и в общем так скажем наугад все буду делать ну кстати вот заметил что вот включенный свет у меня в розетках у меня тут где все проведено напряжение нету автомат выключены только свет включены это у меня отдельно идет в общем то не влияет все то же самое да и вот маленькая труба рядом лежит я ее уже попробовал с ней показания немного ниже хотя не вот идет падение ну принципе где-то тоже 500 микровольт мили вольт ну чуть чуть ниже тут вот 560 570 560 остановилась 570 в этом районе сейчас я попробую дальше это все сделать посмотрим что получится хочу еще раз пройтись вчера что-то у меня совсем все понятно получилось еще раз объяснить не всем это понятно итак друзья ну первую очередь я хочу сказать огромное спасибо александру канал только в плюс спасибо что он поделился информацией с вами о моем канале и благодаря вам у меня появилось больше идей и конечно же огромное спасибо зрителям кто написал мне идеи кто подкинул ссылки например вот на эти цилиндры я быстренько на коленке изготовил вот сделал заглушки труба и вторую в общем тут можно было тоже найти трубу у меня был вот кусочек жестия быстренько и и слепил цилиндр и насыпал туда благородного у меня немного шунгита примерно четверть да и примерно столько же насыпал сланцевый шунгит цинковую скажем так трубу до изготовленную на коленке честно говоря информации сразу много конечно же я не могу все быстро проверять и изучать и так далее и более у меня есть еще кое-какие занятия поэтому когда будет время я буду потихонечку этим заниматься так как лучше чтоб видно было так вроде хорошо видно да так вроде видно сначала мы померяем просто сколько у меня сейчас данный момент я правда их уже потрогал поэтому может быть как бы чуть-чуть подзарядился уже да ну да явно и подзарядился уже немножко 60 районе 60 70 до в этом районе в общем то я чуть-чуть совсем подержал просто попробовал потом понимаю сейчас надо мне еще шунгита купить благородного этого-то сланцевого у меня побольше и попробовать их заполнить полностью теперь я возьму медный в правую руку как вот александр показывает на том канале на которая ссылочку оставлял еще раз составлю канал к сожалению коммерческий поэтому там неполная информация так возьмем как-нибудь неудобно конечно вот все это дело как бы держать но уже результат изменился уже он еще повысился же вот 760 так сейчас я наверное попробую остатки сланцевого шунгита сюда еще досыпать и еще проверю разок к сожалению вот этого другого шунгита благородного у меня нету поэтому вы сейчас проверим итак заполнил я его полный проверим еще разок этот берем опять же медный правую руку этот берем в левую руку так как бы взять хорошо нет изменений нету в данный момент практически опять же как я взял даже чуть-чуть упала практически то же самое можно сказать поэтому можно отсыпать сделать поровну так скажем интересный конечно результат сейчас я пойду ну вот видите я подзарядился сразу вот сейчас без цилиндров уже больше 100 микровольт и кто там говорит что это все ерунда не работает но это для них ерунда значит пускай у них это не работает у нас это работает и мы это видим наглядно сейчас я пройдусь еще к соборам и вчера я пытался объяснить но как-то понимаю что ничего мне не получается иногда объяснить понятно а потому что да у тебя вроде информации хватает и ты пытаешься объяснить не всегда это получается но там есть интересная у меня мысль почему я к собору хочу сходить мне кажется его законсервировали я хочу сходить еще раз все это дело посмотреть да пока не забыл еще раз хочу сказать вот это вот кто-то не знает там он ты не до что я хочу сделать это вот такая форма конечно понимаю что она не совсем такая какая нужна ну что имею под рукой с того решил что попалась того и сделать сделала тут отверстие тут у меня есть мысль стержень поставить и вот это тоже латунь жесть миллиметровая ее также аккуратненько загнуть в общем-то в острие сделать перевести и аккуратненько сюда припаять в общем-то чтоб получился такое и хочу провести тесты это для дома как будет напряжение потом мое вот если будет у меня стоять подобная антенна ну и конечно с ней надо будет кучу целых тестов провести как она будет работать и будет ли вообще работать возможно тут нужен другой материал все таки те которые я наблюдал на старинных домах они в основном цинковые поэтому возможно надо будет изготовить из цинка но я попробую все-таки латунь тоже материал интересный я попробую сделать все-таки из латуни факт что из латуни не будет работать возможно тоже будет работать и будет возможно хорошо работать поэтому все это мы посмотрим использование чего какого стержня внутри пока у меня идеи нету ну первую очередь это самый простой это медный а потом посмотрим можно может быть какой-нибудь серебряный делать или еще какой-то цинковый так далее так далее вариантов целая куча ну и пойдем сходим к собору еще раз еще раз всем привет меду перед выходом протестировал еще раз эти цилиндры 8 интересно у меня с утра слегка поваливала голова вчера приехали в гости это я уже давно заметил в общем то проблемка есть шея небольшая но я вчера поел сладости тортики печенюшки и так далее я уже давно это замечаю как поем вот такого всего и у меня начинается головные боли в общем надо это дело прекращать кушать вот у меня за спиной мартини я сейчас там снова проверил напряжение выходил скеллера было 50 микровольт и тут почти то же самое буквально там 5 микровольт выше мое мнение что сейчас это ничего не работает и сейчас я еще объясню тем кто не понял или не понимает мальчиком что на самом деле тут происходит сбор нашей энергии и как я это определяю таким простым способом это как мультиметр да в общем то какие показатели 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 допустим дом у меня сейчас допустим то антенна которую я делаю ее нету и соответственно вот у меня есть какие-то обычно стабильные показатели но иногда они бывают состояние хуже они падают лучше они поднимаются а принципе где-то примерно одно и то же всегда в общем то замеряете дома приходите вот на такой объект например источник силы да и проверяете на нем если выше показатели значит у вас идет подзарядка как я здесь после по определенного шундеца приходил даст то есть я до него проверял было низкая потом шундец сделаю потом через там скажем месяц проверил и тут было 150 микровольт в общем если ниже чем у вас дома то скорее всего от вас здесь качают если выше то скорее всего вы подзаряжаетесь и я уже когда-то говорил давно что есть такая теория ну и как бы мне она очень приятная теория что скорее всего вот такие сооружения были куда вы приходили вы могли тут получить знание и это был источник энергии и соответственно вы могли тут и подлечиться в общем то представляете вы плохо себя почувствовали пришли в такое место посидели минут 15 или полчаса и вы себя хорошо чувствуете ваша энергия наполнилась и вы такие счастливы и здоровы что какое-то с цилиндрами сейчас провел перри голова болела да не договорил начал и улетел уже забыл о чем начал рога рассказывать перед тем как выйти я взял эти опять цилиндры голова слегка но так едва-едва побалевала я взял эти цилиндры и приложил их к вискам и поставил не знаю минут пять наверно потом замерил до напряжение мое опять же возросло за сотню я еще немножко приложил еще немножко постоял вышел и вот уже до мартини это там примерно 200 метров дошел и чувствую а голова то у меня уже не болит вот такой интересный тестик правил поэтому там как его скажите скажи хотел сказать по методу фоля там у меня пока информации почти нету очень мало поэтому надо конечно этот вопрос серьезно поизучать у меня правда сейчас есть одна проблема у меня на работе проблема с интернетом значит четыре смены четыре смены я наверное почти ничего не найду но может быть иногда он проскакивает может быть что то дело в том что я сюда хожу ну не знаю буду ходить еще смотреть дело в том что вот это они ограждения тут леса и это до такой степени все в данное время вяло происходит но до сих пор я уже не помню когда я первый раз сюда приходил и вот эти уже ограждения там спереди стояли они начали появляться ну это я понимаю после определять очередного шундица они начали тут все появляться и такое впечатление что это все законсервировали в общем как говорится сам неам и другому не дам или вернее правильнее сказать ищут причину и пытаются ее исправить чтобы возобновить сбор энергии ну это мои мысли такие делу их конечно не прищешь но факт то что то что я вижу не знаю вот тут можно кстати сейчас даже наверное это и сделаю покажу мультиметр потому что там я не показываю я говорил это у меня стабилизатор ножка на него плюс телефон это все надо в кучу собрать включить установить и если я просто с мультиметром там за три минуты это все могу проверить с установка этого на это уйдет уже минут 10 поэтому не вижу в этом смысла потому что это каждый сам может проверить сам взять мультиметр сходить на подобное место и попробовать проверить посмотреть дома там возле дома прийти вот в такое место и еще раз проверить сейчас вот прямо здесь где-нибудь и поставлю стану мультиметр чтобы далеко не ходить и быстренько раз раз сейчас конечно у меня на поставке все это поэтому нету проблем но когда ты это снимаешь убираешь постоянно это немножко как бы заморочество получается конечно надо купить такую подставочку которая намного проще но вот не делают таких какие я хочу это знаю какую я хочу какую надо это с гибкой ножкой и тоже вот трех нога и гибкая ножка и всего лишь крепление под телефона то на самом деле очень просто но почему-то эти изобретатели как-то мозгов у них наверно не хватает ну вот видите здесь ниже попробуем еще по-другому ну смотрите я совсем по-другому взял но почти то же самое проскочил еще раз еще раз ухты всплеск такой всплеск тоже бывает а почему интересненько вот это для меня что-то новенькое ну конечно падает ну-ка еще раз ну-ка еще раз ну-ка еще раз ну-ка еще раз чё неужели шунгет сработало все-таки с ограждениями я вот только вчера тут проверял тут все по нолям было обалдеть обалдеть так еще разок ну прибавка есть смотрите может быть пока никаких работ нету движения никаких я ну тут как бы устаканивается но будем проверять будем проверять будем смотреть пока мне непонятно что-то падает все-таки ну давай где-то нибудь там повыше что-нибудь не все равно падает жаль жаль я уже думал тут шундец работал ну как бы что то есть все равно проскочила но ненадолго ненадолго опять проскочила ну так подержу не буду ничего делать возможно я вот сейчас поймал как раз максимальную но все равно падает 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 почему-то ходит стоя куда-то я же ничего не делаю нет все равно до 50 свалилось жаль ну я уже думал шундец работал ну вот как то так происходит возможно вот пока я вижу со вчерашнего дня я не знаю рабочие дни по идее но движение никаких нулевые движения тут ничего не происходит совершенно это конечно немножко странно не находите почему в рабочие дни никто ничего тут не делает чего-то нету материалов как всегда с материалами проблема наверно с материалами нету материалчиков не хватает но все же есть у меня такая мысль что это это консервация возможно исправят потом все уберут но посмотрю что тут будут делать мне самому это интересно очень понаблюдать за процессом вот скажем данный момент похоже что тут собрались что-то реставрировать я вот специально сейчас зафиксирую все это дело чтобы потом прийти посмотреть что же тут они сделали потому что на такие вещи сами понимаете финансы выделяются серьезные и мне интересно что тут делают с той стороны еще с прошлого года там леса стоят пока там тоже все закрыто надо будет уже посмотреть ну вот вроде как бы они собрались со всеми дверями что-то делать я по крайней мере сейчас это все зафиксирую запомню чтобы потом можно было сравнить что тут они делают но в прошлом году тут уже делали дверь вот новая видите стать или в позапрошлом урать не буду не ну в общем то недавно тут проводились работы и по новая леса или просто очередной раз бобовцев решили отмыть такое впечатление что решили бобовцев отмыть но посмотрим не буду говорить ничего пока заранее потому что вдруг тут приду скажем на следующий год а тут все блестит сияет в каких-то красках и все так потрясающе прям но что то есть у меня серьезные сомнения интересно вроде как вот они на дверями что-то хотят поделать поставили такие леса вижу там уже как бы видно вот эти вот сейчас приближу статуи там фигурки вот эти вот они обновленные почти все одна только старая остальные практически все новые ну новое это уже стало так получается старым довольно быстро те значит за 500 лет ничего с ними не произошло но это во время войн там возможно они пострадали а вот новые получается новые быстро как-то стареют получается у них 500 лет простоять ну понятно технологии совсем другие технологии утеряны вот что я и хотел посмотреть очередной раз и зафиксировать это все дело а потом скажем зимой пройдусь на следующий год пройдусь и посмотрим чего тут они натворили на вояле так скажем ну я им есть все таки подозрение что тут какой-то минимум работ будет проведен а бобовцев наверно сюда как всегда впилено ввалено куча ну вот одни леса только такие установить я представляю сколько это дело стоит вот это вот смотрите какая куча там лесов стоит и просто их установить и плюс аренда за их если у фирмы нету это все блин таких бобовцев тут стоит я даже ну видела тут один ремонт видел что там сделали жаль единственная проблема я не знаю суммы но есть у меня такое мнение там так бобовцы погрели что просто мама не горюй ну ладно ну вот еще раз всем спасибо всем счастья здоровья удачи пробуйте экспериментируйте если будут еще какие-то идеи буду признателен я если в состоянии то обязательно проверю если вижу интересно что то и есть у меня такая возможность проверить то конечно же я проверю по крайней мере постараюсь если будет возможность ну а перепадах там не сверх это уже давно старая тема об этом уже нет смысла говорить прежде чем уйти зашел еще раз собором собор проверить максимум у меня получилось 40 микровольт и заодно решил чуть-чуть пройтись это вот технология типа вот эти вот зубила да все таки 500 лет назад закончилась его строительство но если присмотреться то я вижу следы опалубки то есть это скорее всего заливалась так это что-то тут было свинцом видите как это так старая технология как многие это показывают и вот тут если присмотреться вот хорошо видно следы вот они тут просто заливалась все поэтому технологии нам неизвестны к сожалению но по твердости камня скажу вам что информация что он из песчаника да очень похоже на песчань и в то же время где-то не похоже не очень-то похоже так скажем то похоже иногда то не похоже иногда в общем то это все конечно но твердость проверять нечем ну и тут я конечно же этого сделать не смогу я еще прошелся тут по другим подобным колонам они в принципе одинаковые как будто их заливали между ними камни и за заливали их скорее всего послойно в общем то придавали форму камня и тут вот что-то так хитро сделано как будто тут типа раствор между ними на но где-то мы вообще ничего не можем видеть но думаю раз часть потом еще другую потом следующую что-то так было по моему но не факт конечно но я так думаю я так думаю тут чего-то не хватает а кстати вот камень соединения вот это вот металлическими вставками и такое ощущение что тут чего-то не хватает нижняя часть колесницы есть где верхняя если так задумано то это очень странно и с той стороны такая же колесница то есть нижнее колесо только так же выглядывает ну может быть так было и задумано вот эти камни давно замечал как-то не сильно к ним присматривался между какими-то три пару штук потом идет по два потом еще два и аналогичные с другой стороны они видите как форме крючков кого-то такое впечатление на них когда-то что-то одевали или ложили но крючки такие чтобы не свалилась что туда могли одевать ложить цеплять интересно и 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